Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, хорошей недели, доброе утро, бонжур, хеллоу, good morning. Сафратава на арамейском. Сафратава это на арамейском языке. Написано в Суханаруфе, что с утра до молитвы нельзя говорить шалом, до молитвы, потому что вначале надо с Богом поздороваться. Но можно сказать Сафратава это на арамейском доброе утро или привет там можно сказать. Ну то есть это не как бы не такой вот шалом уважительный. Но я уже помолился, поэтому я вам говорю шалом, значит всем шалом. А те, кто не помолились, уже и поздно, уже скоро закончится время молитвы, поэтому уже можно всем говорить шалом. Яков Шатадин, шалом, всем Вера Перлина, всем шалом. Итак, мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать Пертея Вод, шалом Батьям, все значит со святой земли. Лилия Берман. Итак, значит мы продолжаем изучать Пертея Вод и в предыдущем Мишна, ну давайте со всеми сейчас скажем шалом, все собираются, Бутер Тов, Ноа Каверин, Зурапа Слонян, шалом. Шалом, значит Яэль Ахапова, шалом. Очень важно, что у нас есть вот это установленное время учить Тору, то есть это как бы основа дня, и это очень важно. То есть совершенно другое, другое, как сказать, то есть по тому, насколько человек ставит Тору вот на точное время, да, что буду учиться каждый день в одно и то же время, видно, насколько он с уважением относится к Торе. То есть это очень важно, я рассказывал уже как-то, когда-то в Ешиве мне раб Кудель, его была такая фамилия, он приводил пример, что тот, кто учится в одно и то же время, он очень отличается от того, кто учится в то же самое время по количеству, учит Тору, но в разное время дня. Он это приводил пример, как было у одного человека, был отец в доме престарелых, да, и он к нему приезжал каждый день, но приезжал, когда ему было удобно, и отец все время был, не знал, когда он приедет. А второй говорил, папа, я к тебе приеду в 10 утра, значит и дальше все свои дела я буду вокруг этого, то есть это для меня самое важное время. И естественно, что, ну по этому примеру видно, насколько одно и то же время, посвященное чему-то, имеет разную стоимость. То есть один говорит, это основа моего дня, и все остальное менее важно, другой говорит, как будет время, там окно свободное, так я заскочу. Но опять же лучше учить хотя бы когда-нибудь, но еще лучше учить в одно и то же время, а еще лучше учить целый день Тору. И значит мы изучили в прошлом, в прошлом Мишне, что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогает и учить, и обучать, и запоминать Тору, и делать. Мы учили также до этого, что тот, кто на себя принимает, в третьей главе мы учили, тот, кто на себя принимает ярмо Торы, то именно ярмо Торы, не удовольствие от Торы, а принимает Тору как ярмо, как, ну как вот Пашу, да, Быки, и у них было такое ярмо. Так с того снимают заботу о пропитании и бремя властей. А тот, кто сбрасывает с себя ярмо Торы и говорит, это называется, александр ли шейла, вернуться к вопросу, на того сразу одевается, значит, забота о пропитании и бремя властей. Это мы учили в третьей главе, сказал Раби Нихуня Бенакана, эту Мишну, который сам был Танмит Кахам, и его спросили, а как же так, ведь для мудреца Торы, для него изучение Торы это не ярмо, это для него удовольствие, которое ничем не сравнится в жизни. Как же он сказал про ярмо Тора, он же был такой Торатоу Мануто, то есть он был на самом высоком уровне Торы, и явно, что он получал от этого большое удовольствие. Но, значит, именно в этом и был его секрет, что даже когда ты получаешь от Торы удовольствие, ты должен найти там ту часть, которая для тебя будет как ярмо, и нести его, потому что вот сейчас, почему будет понятно из сегодняшней нашей Мишны. Это было предисловие, а сегодня сказал Раби Цадак, он сказал так, То есть не делай Слова Торы, как корона, для того, чтобы возвеличиваться ими. И не делай их топором таким, чтобы, лопаткой такой, да, чтобы ей копать. То есть Слова Торы ты не должен делать короной, чтобы возвеличиваться ей ими. Ты не должен их делать лопатой такой, чтобы копать ими. Итак, Гилель говорил, в предыдущих поколениях, Гилель говорил, мы это уже учили. Тот, кто пользуется короной Торы, тот халяв. Халяв это сменится, да, как бы и сменится. Значит, сейчас мы узнаем, что значит сменится. И он объясняет дальше. Каждый, кто получает удовольствие от слов Торы, забирает жизнь его с этого мира. С мира, не с этого, просто с мира. Забирается жизнь его с мира. Непонятно вообще, как так. То есть, с одной стороны, надо учить Тору. С одной стороны, Тора самое главное. С одной стороны, Тора это связь с Богом. И мы не знаем, как делать заповеди, например, не изучая Тору. С другой стороны, и есть обещание, что тот, кто берет на себя Ермо Торы, с того снимается забота о пропитании, бремя властей. Но тут нам написано, что тот, кто использует Тору как корону, то нельзя этого делать. Копать Торой тоже нельзя. Пользоваться этой короной человек этот уходит откуда-то. И значит, вообще, тот, кто получает удовольствие от слов Торы, забирает жизнь из мира. Вот это вот вообще непонятная мешна. Но давайте сейчас разберемся, что это значит. Значит, смотрите, Тора это знание, вот то, что мы изучаем, это знание о том, как работает мир, для чего мир, как он устроен от Творца мира, от Создателя мира, от Бога. И в Торе полностью сообщено, вся система написана про Тору, что Бог смотрел в Тору и сотворял мир. То есть Тора, она была до сотворения мира. И Тора это как чертеж и как инструмент, которым делался мир. Теперь, значит, когда человек начинает изучать Тору, ему открывается полностью все мироздание. Он знает, как выполнять заповеди. Он знает, зачем выполнять заповеди. Ему открыто абсолютно все, как все работает. Как работает над собой. Мы сейчас изучаем маленькую-маленькую часть Торы, такой прямо там мили-милиметрик, да? О том, как работать над собой, как исправлять свои качества, да? То есть здесь нет про конкретные заповеди, здесь есть именно такое мировоззрение. Но это мили-мили грамм из бесконечной Торы. Теперь, значит, и вот когда тебе открывается это знание, то вопрос, к чему оно тебя ведет? То есть к чему ведет тебя Тора? Тора тебя ведет к тому, что, дальше мы тоже будем изучать, что этот мир, он коридор перед дворцом. То есть ты, проходя через этот коридор, с помощью знания Торы, ты выходишь на следующую ступень своего развития, и ты как бы сохраняешься, и заходишь в следующий этап. Это будет рай, потом уламаба, грядущий мир. То есть Тора, в принципе, она позволяет перейти на следующий уровень в своем развитии, как в своей эволюции, да? То есть был человек, он каплей был, да? Такой сперматозоидом, потом сперматозоид стал яйцеклеткой, потом яйцеклетка стала зародышем, потом зародыш вылез, стал младенцем таким, младенец стал по взрослым человекам. И казалось бы, что? А где дальнейшая эволюция? Ведь дальше-то идет угасание, дальше взрослый человек, он начинает стареть, распадаться и умирает. А где же дальнейшая эволюция? И вот именно здесь как раз и скрыта дальнейшая эволюция, что с помощью Торы, пока ты находишься в состоянии взрослого человека, ты выстраиваешь в себе духовное свое, как бы виртуальная голограмму, да? Грубо говоря. И она уходит потом в следующий мир. То есть это, это как бы следующие этапы эволюции. Теперь получается, что есть этот мир, уже разделяется, да? Есть мир материальный и то время, которое живет человек, и есть духовный мир, в котором находится его душа, и в который ты переходишь, это следующая ступень эволюции, следующий этап развития. Теперь получается, что те действия, которые ты делаешь в этом мире, а дальше есть очень такое мерило, которым люди меряют все, что есть. Есть единая валюта, которой пользуются абсолютно все люди в мире, независимо от своего национального, религиозного, там, расового, диографического положения. на протяжении всей истории. Единая валюта в мире, за которой гоняются все люди, это вот, это самое ценное, что есть в этой жизни, это удовольствие, наслаждение, радость, то есть то, что доставляет человеку удовольствие. Все люди гоняются за удовольствием без остановки. Целью любого действия, любой мечты, любого, там, я не знаю, намерения, да, и так далее, является получить больше удовольствия, чем человек имеет сегодня. То есть это единая цель для всех людей, все хотят кайфовать. Теперь, значит, религиозный человек не исключение, он тоже хочет получать удовольствие. Теперь удовольствие разделено, как бы, религиозный человек, он верит, что удовольствие удовольствие от грядущего мира, от следующего уровня своего развития. То есть если взять, будет у нас дальше Мишнах Пертеот, будет, что если взять все удовольствие этого мира, за все поколения, и все это удовольствие спрессовать в одну каплю, то это удовольствие всех людей за всю историю мира, в материальном мире, не сравнится с секундой удовольствия в мире грядущем, которое будет испытывать человек. То есть это нам показана как бы разница между тем, что ждет на следующем уровне, и тем, что есть на этом уровне. Эту разницу тоже можно понять, потому что, ну, например, люди, которые жили там в каком-нибудь Северной Корее, да, у них доступ к удовольствиям, он минимальный, то есть у них вообще нету доступа, да, и человек, который живет где-нибудь там в Нью-Йорке, и он миллионер, да, у него, если говорить про материальное удовольствие, то уровень доступа к удовольствиям, ну, в тысячи раз больше, чем у Северного Корейца, который доедает уже последнюю собаку, и все, ему нечего дальше кушать. Так вот, значит, понятно, да, то есть люди гоняются в этом мире за удовольствием, и есть удовольствие грядущего мира. Теперь Тора, она дает знания, знания, как в этом мире жить, чтобы в этом мире получить максимальную, вот здесь как раз и нюанс такой, что Тора, она не учит, как в этом мире получать максимальное удовольствие. Она учит, как в этом мире избегать максимальных проблем, в этом мире выстраивать свою жизнь ровненько, спокойненько, для того, чтобы основной акцент, на котором Тора акцентируется, это то, чтобы пройти жизненный путь, выполнить все заповеди, которые ты должен выполнить, и зайти в следующий уровень на очень, ну, огромным наполненным счетом. Это как бы смысл Торы. Но этот мир, он не является определяющим, определяющим. Теперь дальше, дальше получается, что те люди, которые знают Тору, вот тут есть как раз, в Торе есть три, как бы, три разных пути. Ну, так сложилось исторически, так сложилось исторически, что есть три пути. Первый путь, это люди, которые, это мир Ешив. Вот, это мир Ешив, это такой путь служения, когда этому миру уделяется минимум вообще внимания. Разделение началось еще во времена Каина и Эвеля. Когда у Адама Решонова, первого человека, было два сына, Каин и Эвель, Каин был земледельцем, а Эвель был скотоводом. И Каин говорит, давай Богу принесем жертву. Эвель говорит, отличная идея, давай. Каин принес льняные, семена льна, не очень хорошие, чуть-чуть семян льна. Эвель взял и принес самое, что у него было, лучших овец, лучших каких-то, там, самых жирных, вот этих вот овец, он их всех принес, во все сожжения, полностью сжег, даже сам не покушал. Все для Бога. Теперь, значит, Бог принял жертву Эвеля и не принял жертву Каина. Каин расстроился. Бог ему говорит, слушай, ты, уровень служения Богу определяет сам человек, то есть, тебе, ты завидуешь Эвелю, что он ближе ко мне. Делай так же. Каин подумал, подумал и убил Эвеля. То есть, он решил, что ему проще, чтобы не завидовать, так лучше убить Эвеля, чем отдавать все Богу. И что дальше получилось? Эвель, который понравился Богу, он сразу поднялся на небо, потому что для него этот мир ничего не значил. А Каин, он строил города, воспитывал детей, прожил здесь долгую, плодотворную жизнь. И что? Но потом все его потомство, правда, погибло при потопе, кроме одного Ноаха, который был единственный цадик и служил Богу. Получается, интересная вещь. То есть, уже сразу наметился вот это вот разделение между теми, для кого этот мир не важен, как Эвель. То есть, все только для Бога, и это мир Ешив. То есть, сидят в Ешивах, они не работают, их называют нерелигиозные израильтяне дармоеды, считают, что это легко, но они попробовали просидеть целый день и учить Талмуд. После часа у них бы мозги и бы встепели, они бы не смогли. Но эти люди, они не дармоеды, они посвящают свою жизнь изучению Торы и служению Богу. Все. Для них этот мир, сколько будет денег, столько будет, это не важно. Теперь есть в Торе, но и в Торе же есть и второе направление. Второе направление, оно, сразу же, это разделение было, было это разделение, когда Яков, Яков, он шел к Лавану и он был без ничего и он зашел на 14 лет в Ешиву, Шема и Эвера, сыновей Ноаха еще, да, и он у них изучил Тору, он там специально 14 лет учил Тору, которую знал, знал Ноах и которую он передал Шему, Эверу, своим сыновьям. Значит, в чем была уникальность этой Торы? Как жить среди злодеев и не попасть под их влияние и быть автономным человеком, который, с одной стороны, он служит Богу и полностью с Богом в самых идеальных отношениях, но, с другой стороны, он может справиться с любыми злодеями, которые вокруг. Это была Тора, которую выучил Яков, когда шел к Лавану. И он, когда пришел к Лавану, он пошел, стал пастухом, то есть пастух живет отдельно и он спокойненько себе создал большое тоже в конце состояния, женился у него четыре жены, и он при этом, будучи на самом высоком уровне божественного развития, но он при этом был полностью, управлял также и этим миром и знал все, как мир работает. И вот эту Тору он, Яков, передал только Иосефу. Он передал Иосефу, своему сыну, Иосеф, когда попал в Египет, он в Египте 12 лет тоже был в тюрьме, а потом он стал премьер-министром у фараона, Египет это было царство колдовства, и Иосеф, он был в этом царстве второй номер после фараона, то есть он настолько хорошо понимал, как управлять этим миром, что он это знание он передавал дальше своим сыновьям, Ифраям, и Минаше, и они выросли, хотя они выросли в Египте, во дворце фараона, но Яков, когда их увидел, он сказал, что, говорит, я вас поднимаю на уровень своих сыновей, это единственное, у кого не было Иридата Дород, у кого не было снижения в поколениях, то есть он их, они были на уровне его остальных сыновей. Теперь, вот эта Тора Йосефа, она перешла потом, она из поколения в поколение переходила, и эта Тора, она как раз и осталась у Бет-Юсефа, то, что называется Бет-Юсефа, дом Йосефа, это Сфарадин, это евреи, которые, которые жили в Испании, которые потом жили, там, Марокко, и так далее. Если мы посмотрим, интересно, я специально, вот, перед уроком опубликовал статья, вы можете посмотреть, эта статья, она, 13 самых богатых раввинов Израиля. Из этих 13 самых богатых раввинов Израиля, то из них большинство, 11, это те, которые идут из евреев, которые Сфарадима не называются, то есть те евреи, которые, которые из Марокко, из вот этих восточных стран. Есть двое, это Ребе, Ребе из Бельц и Ребе из Гур, которые, Хасиды, это, это, это среднее между миром Ешив, который, мир Ешив, который все посвящают Богу, который только изучают Тору, в которых руководители вот этого мира, мира Ешив, они живут в бедности невероятной, и они все деньги, которые к ним приходят, они, все эти деньги, они распределяют только на развитие Торы, то есть у них у самих Рав Ильяшев, Равхаем Каневский, вот, Хазуныш, да, это были люди, у которых лично своего не было ничего вообще, Рав Шах, то есть они абсолютно все деньги, которые сквозь них проходили, они отдавали на мир Ешив, и сами жили, вот, там, Равхаем Каневский живет в двухкомнатной квартире 50-х годов, и там же он учится, там он принимает людей, там же он спит, то есть абсолютно для него деньги вообще не важны. Теперь давайте вернемся к Мишне, то есть общая вам теперь стала понятна, общая стала понятна вам вся система, что в Торе есть и знание о том, как управлять этим миром, и в Торе есть знание о том, как перейти на духовный, на следующий уровень. Теперь, но эти две вещи, они, они как бы идут, нельзя сказать, что они антагонисты, я вам приведу пример. Был Раби Ханина Бендоса, один из великих мудрецов Тора, был Раби Ханина Бендоса, и он был очень бедный, он был вообще невероятно бедный, это было там около 2000 лет назад, и его, ну, настолько бедный, что в доме не было что кушать, и написано, что весь мир, все то поколение существовало в заслугу Раби Ханины Бендосы, а он за неделю съедал маленькое ведерочко плодов рожкового дерева. И как-то жена Раби Ханины Бендосы, она плакала, 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 что, что у них, ну, голод. И тогда Раби Ханина Бендоса, он обратился к Богу, и сказал, что мне нужно, мне нужны деньги. Ему с неба упала золотая такая прям ножка, с бриллиантами, золотая ножка от стола. И эта золотая ножка, он принес ее домой, жена спрашивает, а это что? Он говорит, это, это, я помолился, чтобы у нас были деньги, вот мне с неба эта штука упала. И она, жена, в этот момент задумалась, и как-то, я не помню, как было дело, но она увидела, ей показали, что вот то, что сейчас она получила, это золото и эти бриллианты, это как бы забрали часть от их грядущего мира, от того здания, которое они строили себе навечно в грядущем мире. А жена, она с мужем, они как бы разделяют вот эту вот духовную, их духовную, в следующий этап. И она говорит ему, нет, говорит, я не хочу, верни обратно. И он помолился, и эта ножка ушла обратно на небо. Так говорят, что чудо, что она вернулась, было больше, чем чудо, что она пришла. Понятно, да? То есть, идея такая, что если тебе хорошо здесь, то в этот момент ты забираешь от того, что будет там. Если тебе, ты изучаешь Тору, и ты изучаешь ее в бедности и в страдании, то ты увеличиваешь свою награду там. Теперь, как это все сопоставить, решает человек. Нас предупредил просто здесь, рабец адок, он нас предупредил. Он говорит, не делай Тору короной, возвеличиваться ей. То есть, не надо выделываться, как некоторые пытаются, вот, например, я не буду называть ни в коем случае никаких ни имен, ни фамилий и так далее. Но, если человек становится раввином, таким, да, известным, важным и так далее, то он может использовать Тору для того, чтобы возвеличиться. Кто знает, для чего он ведет себя важно? Только Бог и он сам. Потому что Бог читает сердца. Если этот важный раввин, он это делает важность, как были хасидские рэбы, которые ездили в золоте, они как были как царсти, у них были равборох из Межерича, да, то есть, он прямо жил как царь, но он говорил, что все должны знать, что Тора это высшее знание, Тора это высшая сила, связь с Богом это высшая сила в этом мире. И поэтому я должен ездить там, кушать золото, ездить на самых дорогих конях и жить как царь, чтобы люди видели, что Тора это великая вещь. Теперь вопрос, он это сделал для того, чтобы возвеличить себя или он это делал для Бога? Это знает только Бог, никто не может залезть к нему в сердце и в душу и сказать, что он думал, какое было его намерение. Но рабецадок у нас предупредил, не делай ее короной возвеличиваться ей, себя возвеличивать, свое эго. Ты можешь возвеличивать Тору, ты можешь возвеличивать Бога, ты должен прославлять Бога. Если ты это делаешь ради Всевышнего, то тогда это можно. Дальше, выло кордомлях пор БМ и не делай ее лопатой, чтобы ей копать и зарабатывать деньги. Вот в этом списке 13 самых богатых раввинов Израиля на сегодня, да, там есть люди, я лично встречался с несколькими из них, которые, они, ну там, на первом месте у него миллиард 300 миллионов шетеля, это где-то 350-400 миллионов долларов, да, то есть 400 миллионов долларов, это те деньги, которые ему дали люди в благодарность за его советы, за его благословения, то есть как это работает у Сфарадима, вот он бизнесмен, он приходит к одному из этого списка и говорит, так и так, у меня, значит, вот такой-то вопрос покупать, не покупать, там, продавать, не продавать, дайте мне благословение и совет. Этот говорит, все, я тебе даю благословение, тут покупаю, тут продаю, тут не делай, и все будет хорошо, он делает по совету и по благословению и зарабатывает миллиард долларов, конечно, он 100 миллионов занесет этому раввину за этот совет, который ему помог и за благословение, то есть здесь ничего плохого нет и все Сфарадим, все бизнесмены высокого уровня, которые религиозные, Сфарадим, они обязательно ходят, получают благословение, советуются и так далее, вопрос тот, кто это делает, тот, кто дает благословение, это для него топор, для того, чтобы заработать, это лопата, или же это для него прославление Всевышнего и прославление силы Торы, и опять же знает об этом только он сам, кто дает советы Всевышний, и никакие журналисты, никакие там телеведущие, никакие Форбсы и так далее не могут ответить, что у человека в душе. Фактом является то, что знание Торы, сила Торы, особенно то, что было передано через Юсефа, то есть та Тора, которая называется, это Тора сгулот, то Тора волшебных, ну, таких действий, которые оказывают влияние на реальность. Она существует, безусловно, и сгулот работают, но вопрос тот, кто их делает, он это делает для себя или ради прославления Торы? И дальше идет в этом же самом, что Гилель говорил, что тот, кто пользуется короной, он сменится, то есть что имеется в виду, он сменит свою награду в грядущем мире на удовольствие и награду в этом мире. Не то, чтобы он сменит там все на все, нет, то есть ты, используя, получая удовольствие в этом мире, ты забираешь из грядущего мира, и тот, кто коль ане-не медиврей Тора, каждый, кто получает удовольствие от слов Торы, забирает свою жизнь мина улама ба, то есть забирает часть награды в грядущем мире. Вот такая вот у нас вещь. Конечно, нам, так как мы начинающие изучатели Торы, нам особо не грозит возвеличиваться ей, копать ей, зарабатывать ей и так далее, но получать удовольствие от Торы мы можем, но для того, чтобы уравновесить это и не забирать у себя награду в грядущем мире, обязательно нужно добавить к удовольствию от постижения мудрости дискомфорт от применения этой мудрости, потому что, когда ты просто послушал интересный урок, это, это отлично, ты получил удовольствие. Когда ты после этого сделал несколько действий, напрягся, повторил, взял на себя выполнение какой-то заповеди, дал вздаку даже, да, это тоже страдание, когда ты прямо от сердца отрываешь кусочек, кусочек того, что ты заработал, преобразовывая этот мир, и ты эти деньги даешь на изучение Торы. Это, это отлично, то есть нужно уравновешивать удовольствие от Торы с тем страданием, которое ты получаешь, реализовывая, то есть Тора должна быть как ярмо, ярмо, как действительно, иначе, ты прямо все удовольствие заберешь в этом мире. Это очень похоже на то, что человек, который занимается ежедневно спортом, у него есть дисциплина, у него есть ежедневное министрадание, которое его переводит на следующий уровень. Человек, который отдыхает, лежит, расслабляется, кушает, пьет и так далее, он жирнеет, 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 и потом, значит, в какой-то момент попадает в больницу и лежит, не может, не кушать, не есть, не пить. Поэтому лучше ежедневно чуть-чуть поработать, и потом в Улам-Аббаб будем получать удовольствие. Все, встречаемся в Улам-Абаб в грядущем мире с Божьей помощью, чтобы с Божьей помощью, с помощью Торы мы туда все попадем. Только нужно, естественно, понимать, что Тора это работа. Тора это работа и включаться в эту работу. Все, удачи, успехов, чтобы у всех было благословение, здоровье, удачи, успех во всех хороших делах с Божьей помощью. Все, пока.